Всем привет! У нас раннее утро, Настюша не спит, Катюша спит, и уже приехала моя сестра Таня. Она пошла с Макаром в адвор, чтобы не мешать, наверное, Кате спать. Привет! А я только проснулась. Вы так рано приехали. Нет, мы еще приехали в шесть сюда, на вокзал. Мне Костя уже сказал, он вас с пол шестого ждал на вокзале, а вы еще раньше даже, оказывается, приехали. Просто, получается, когда я звонила, мне сказал, что диспетчер в шесть утра сидит. Водитель я спрашивала, спрашивала, он так и не сказал, но я прикинула, что скорее всего он приедет раньше. А что мне звонить, будить вас? Я Косте написала в лайбере, а потом мне звонить, а ну, класс! Да, Костя рано встал. Мы спустили, чтобы не мешать нашей Насте. Да я поняла. А мама где? Спит там. Там, во дворе? На шезлонге? Да, давно уже, там куся, одеялка не поместила. Я бы сама спала, тут так капец, я села, меня упаюкивают. Ну давай я за малым посмотрю, ты поспишь. Да нет, ты шо, ты за ним, да, это он будет орать. Макарчик, ты чё, чё узнал? Наверное. Мне кажется, еще подрос. Ой, привет! Посмотрите, Катя спит и у Кати хвостик свисает. Мама спит там на шезлонге. С любимой хозяйкой спит вместе. Привет! Я боюсь, я побываю очень сильно. Да. Капец, как боюсь, да. Тут так орал. Макар, Алисон. Макар. Хочешь купаться? Да я хочу проснуться, я просто высыпаю. Там всем Макаром с планшетом сидит мастеряна. Он пока его не хочет. Сейчас заплетем Алису и пойдем купаться. Сейчас Алиса у нас будет с косичками. Таня с Макаром уже пошли к морю. Я сейчас Алису покормлю и мы к ним присоединимся. А бабушка идет купаться. Бабушка идет купаться. Ветер в последние дни все время ветрено. Алиса уже привыкла к этим постоянным заплетаниям. Мамам мальчику, мне кажется, легче. С утра просто причесался и все. У них одно, у других другое. Но мне кажется, с мальчиками сложнее уже туда кормить ближе. Нервов очень много за них тогда. Конечно. Какая красивая прическа. Эта косичка с одной стороны и идет на вторую сторону, да? Проша кричал, кричал, Макар ушел, Проша замолчил. Как на зло. Макар боится попугаев. Когда у Даши жил попугайчик маленький, Гоша, Макар его боялся. Поэтому Проша был закрыт. А сейчас Таня с Макаром пошли купаться, мы открыли. Макар особенный ребенок. Он не разговаривает, ему уже сейчас 8 лет. Это я для тех рассказываю, кто этого не знает, чтобы не писали в комментариях ничего лишнего. А Таня, она очень замечательная мама. Таня это сестра моя, сестра Кости, моего брата. Но они с Костей росли вместе, а я отдельно, потому что у нас разные мамы. Вот Таня приехала с их мамой, Таней и Костей, а я здесь с моей мамой. Один папа у нас, но разные мамы. Вот тут они с Костей, мама Люда, а у меня мама Алла. Ой, как ты держишь интересный огурчик. Пошли, Заяц, купаться. Все, мы покормили Алису. И бежим, бежим в море. Давай, давай, давай. Идем все, и бабушка, и Снежана, и мама. Ой, кто-то рыбку наловил. Кто-то рыбку наловил. Смотри, какая там рыбка. Ух ты, там даже крабики. И даже крабики. Все, мы остановились на ведре. Мама, посмотри, и даже камни там есть. Да, даже камни там есть точно. Смешно. Смотри, и рыбки, и крабики, и даже морокатики. Морокатики. Давай, пошли плавать. Бери кружочек, надо. Ну как, водичка? Вроде прохладненькая. Мне она прям холодная. К Насте хочешь? Настя! Тебе хочет. Я не могу так быстро зайти, как Алиска. Сразу плюхой в воде. Да, вообще. Ну я бы 15 минут заходи. Я тоже буду 15 минут. Да. Я очень езжу. Может, глубоко она застала. Резко. Да, здесь намыло так, видимо. Резко спускаешься и глубоко. Прохладная. Прохладная, да. Такая себе. Прохладная. Да? Да. Да, заходишь и сразу чуть ли не по пояс. Алиса к Насте попула. Водичка. Холодно. Давай мне вторую ручку. Давай мне вторую ручку. Давай. Пойдем. Ну ему нравится, смеется. Мама, походу, еще дает где-то будет спать. Если сам, то не надо. Может, ему кружок какой-то дать или надо ваш? Я ему взяла с собой жилет, но так вот он. Ага. Хотела купить нарукавники, но не успела. Может, он на Алису посмотрит и будет с кружком? Не знаю. Он здесь будет держаться вот так. Скорее всего. Он не поймет. Он будет высказывать. Нарукавники можно? Да, у Макарад на море оказаться. Да, у меня даже жилетик есть нарукавниками. Желтенький такой. Не, просто нету. Только жилетик. Тут, может, маленький будет. Станц, посмотри, какой он худенький. Я думаю, нормально будет. Сейчас попробуй. Попробуем, да. Греть. 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 А, ох, волны сегодня. Какие с залезоности на руке. Медузки сегодня тоже плавают. Пока маленьких только вижу. Я раньше этих маленьких боялась. После того, как тут всех этих монстров увидела медуз, то маленькие теперь кажутся вообще безобидными. Абсолютно не пугают. Все познается в сравнении, знаете. Макар, смотри, вон Алиса. Алиса, смотри, где Макарчик. Восторг. Ох, волны. Вот это волны. Лена, мы по воду один раз были на пляже, когда вода была, то уже было нечем. Да. Надо привыкать. Ну да, конечно. Все, Настя. Настя Алису повела домой. А? Алиска? Как каждый день. Она уже плавает почти сама в кружке. Она за лето привыкла уже. А первый месяц мы вообще боялись волн. Не, а за то, что она уже накупалась с утра. Не, вот это первый раз. Не, она говорит, типа, я все, и типа, и выходит, да? Да. Ну, видишь, волны большие, и их прохладно. Да. Поэтому она долго не хочет с ней. Да. Да. Да, на глубину идет. Но ему нравится. Да? Алиска, да, блин. Ну, за. Да? Море. Это море. Танюшка с Макаром отдыхает. Мне нравится шарик, кошка. Макар, не спускай. Такое ощущение, что он его хочет, знаешь, но... Ага. Слава. Ага. Даже ветер выпустила. Надо этого кота поддуть. Съездить в магазин. Он уже подзбутый. Не надо выбрасывать. Спотник. Макару пока очень нравится. Я очень рада за них. За тетю Люду очень рада. Танину маму. Потому что ей очень нужен отдых. Она такая уставшая. Она все время работает, работает, работает. Всю жизнь. Она вообще на море первый раз. Тетя Люда. А тетю Люду мы очень любим. Потому что в детстве именно она и моя мама нас изближали. Меня с братом, с сестрой. Собирали нас вместе. Водили в парки. И мы втроем гуляли. Поэтому это то, что мы дружим. Я, Таня и Костя. Имея разных мам. Это заслуга моей мамы и тети Люды.